МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это благоустройство города, да, и сейчас объявлено множество различных проектов, как раз сейчас время обсудить их. Но я хочу начать немного с итогов прошлого года. Какие проекты были реализованы в городе за счет различных источников, будем говорить, финансирование, вам решать, в ХГС, городской программы? Что по итогам 2022 года можно выделить? Город Саров в последние годы, благодаря участию во многих региональных и федеральных проектов, действительно имеет возможность получать намного больше средств, которые мы раньше могли направить на цели благоустройства нашего города. Но если буквально пять лет назад эти суммы были в пределах 50 миллионов средств, и из них основное направление деятельности Департамента по развитию благоустройства это была реализация адресных программ по заявкам депутатов, которые работают на избирательных округах, на городских, и лучше, как никто знает, нужды горожан. То сейчас город Саров, кроме этого, участвует еще как минимум в четырех других региональных и федеральных проектах. Ну, первое, одни из самых существенных средств мы получаем по итогам победы города Сарова в Всероссийском конкурсе малых городов. Это участие было впервые обеспечено городом Саровым в 2018 году, и на данные средства был благоустроен парк Зернова, который действительно существенно поменял свой облик, и устройство набережной было выполнено в данном парке. Размер гранта, который дается победителям малых городов, это 100 миллионов. И, говоря о прошлом году, также за счет средств данного гранта, визуально это тоже очень хорошо видно, был благоустроен детский парк. На улице Сосино, который выходит. На улице Сосино, да. Это средство гранта, которое город Саров получает, еще раз повторюсь, в рамках участия города во Всероссийском конкурсе малых городов, это федеральный проект. Ну, естественно, мы координируемся нашим региональным правительством, участвуем мы совместно с городами-субъектами Российской Федерации, соревнуемся вместе с ними тоже на равных. И, кстати, среди малых городов мы ежегодно отчитываемся по индексу качества городской среды. Город Саров всегда в десятке лидеров среди группы малых городов вообще Российской Федерации. По индексу качества городской среды, ну, это, я считаю, практически один из основополагающих факторов жизни на данной территории. В этом году также город Саров планирует заявиться в третий раз в конкурсе участия во Всероссийском конкурсе малых городов. Заявка в настоящее время готовится Департаментом архитектуры и градостроительства. Данное структурное подразделение курирует это направление. И заказчиком по выполнению работы выступает наше муниципальное казенное учреждение управления капитального строительства. Потому что размер средств достаточно серьезный, это 100 миллионов рублей, это кап вложение очень серьезное, требуется жесткий строительный контроль. И, в общем-то, наше основное учреждение в области капитального строительства является заказчиком. Я хотел вот все-таки уточнить, потому что не всегда понятно, но это на слуху, да, вот по заявкам депутатов, да, вот есть некие средства, заложенные в бюджете на благоустройство. Или, как говорят, там, за счет депутатских средств, или как-то это все время приобретает какие-то различные словесные формы. Но на самом деле, мне кажется, стоит объяснить все-таки, что не депутаты распоряжаются какими-то средствами, да, а это средства городского бюджета, которые в департаменте есть. Да, наша с вами, будем так говорить, ну, обиходная форма выражения, да, данного участия. Конечно, мы исходим прежде всего из приоритетов благоустройства конкретной территории двора или микрорайона, но мы обязательно прислушиваемся к минию депутата, потому что он постоянно работает с лекторатом, со своими избирателями, и очень много поступает обращений. И вот в результате совместной такой работы определяется размер средств, которые направляются на благоустройство конкретных дворов и микрорайонов. Ну, а сам гражданин может обратиться в департамент с заявкой? Да, и такие обращения поступают, и они тоже обязательно учитываются, когда мы распределяем средства, ну, из других источников финансирования, будем так же говорить, по другим формам работы, да, то есть, где участвует не только местный бюджет, средства местного бюджета ограничены, вот на такую программу благоустройства дворовых территорий за счет средств местного бюджета мы с вами ежегодно направляем 17 миллионов рублей, да, все уже это знают, практически на протяжении, наверное, пяти лет, а вот за счет других источников мы до 100 миллионов рублей можем направить на данные цели. То есть, в принципе, с точки зрения, ну, если нашего бюджета говорить, то это вот те самые 500 тысяч на округ, которые, где депутат может условно расформировать некую программу благоустройства на следующий год. Да. Хотелось бы немножко еще затронуть итоги года. Были несколько обращений на тему освещенности города, и достаточно это острая проблема, ну, и про магистральные улицы мы говорим, да, с точки зрения безопасности дорожного движения. Ну, я так понимаю, были еще сложности в реализации проекта благоустройства внутриквартальных территорий, потому что, ну, были обращения, что вроде поставили светильники, они не горят. Вот, может быть, имеет смысл объяснить, что случилось в прошлом году? Действительно, в прошлом году город Саров получил также дополнительную субсидию из регионального бюджета на благоустройство дворовых территорий. Ну, это в размере также где-то 25-30 миллионов рублей. И, прежде всего, эта субсидия была направлена на реализацию устройства наружного освещения на дворовой территории. И в результате того, что, ну, недостаточно добросовестный подрядчик, да, у нас выиграл аукционные мероприятия, а мы по-другому не можем расходовать бюджетные средства. Причем департамент городского хозяйства буквально до декабря она работала, ну, в очень жестких условиях контроля, да, подрядчика. Вот. Нам удалось 80% работ завершить по наружному освещению на территории жилой застройки. Это в разных частях города, но каждый житель знает и видит, где появились новые торшеры, либо новые светильники на многоквартирных домах. Но, к сожалению, есть контракты, да, которые мы не смогли завершить. И это, в основном, это виды работ, связанные с восстановлением благоустройства и непосредственно с технологическим подключением, да, данных объектов наружного освещения, вновь созданных. Поэтому они перенесены будут на весну этого года. Мы не стали расторгать контракты. Подрядчику будут применены штрафные санкции при расчетах. Но мы надеемся, что это своевременно завершится во втором квартале этого года, когда мы получим возможность выполнения такого, ну, такого типа работ, которые носят сезонные характеристики. Ну, то есть, условно говоря, успели поставить светильники, но подключить их не успели. Да, подключить не успели. И вот то, что после земляных работ, да, вскрытие происходило. Ну, газон посеять. Да, нарушили благоустройство, да, и газон посеять, восстановить асфальт. Вот такие работы. Ну, вот как раз хотелось бы перейти к участию граждан, да, и один из таких проектов, который на прошлой неделе анонсировал наш губернатор Глеб Сергеевич Никитин, проект вам решать, да, то есть вот 1 февраля вышла информация о том, что все-таки проект этот будет реализовываться вновь на территории Нижегородской области. И хотелось бы узнать, ну, а, во-первых, о форме участия, да, граждан, и, второе, какие проекты предполагается реализовать за счет этой программы в 2023 году. Вам решать. Наши граждане привыкли к такому названию, как инициативные проекты, да? Да. Потому что сложно это название проекта инициативного бюджетирования вам решать. Ну, в чем его суть? Что любой гражданин вправе выйти с инициативой и решить любой вопрос местного значения. Именно местного значения. Что такое местного значения? Это как раз те вопросы, о которых мы с вами говорим. Это благоустройство дворовых территорий, это благоустройство общественных пространств, это детские и спортивные площадки, это сооружения в виде малых архитектурных форм, и вообще на различных территориях общего пользования. Это и объекты жилищно-коммунального хозяйства, устройства водопроводов и так далее. Кроме того, это вопросы, которые нацелены на расширение сферы услуг в области молодежной политики, массового спорта и в области дорожной деятельности. Город Саров участвует уже третий год в таком проекте, вам решать. В основном у нас реализуются проекты, которые направлены на ремонт дворовых территорий. Там и решаются вопросы и наружного освещения, и ремонта проездов, и тротуаров, и устройства дорожек, ремонта спортивных и детских площадок. Ну и создаются также у нас площадки спортивные, ну как мы говорим, многофункциональные, ну и мы пытаемся каждый год какие-то эксклюзивные вещи сделать. Ну как положительные примеры, такие вот, которые достаточно масштабно получили признание. Это в 21-м году, это дорога к садоводческому товариществу СНТ «Авангард», это на Кремешках. Это проект получил очень большую поддержку наших горожан в ходе голосования. Инициатива была выдвинута председателем садоводческого товарищества. И, в общем-то, весь 15-й микрорайон, который проживает, это улица Раменская, Курчатова, да, Березовая, существенный вклад несли в поддержку этого проекта и своим трудовым участием путем проведения различного рода субботников. Ну и в том числе и голосованием. Данная дорога существенно обеспечила, ну, как бы, существенно улучшила условия движения и подъезда к садоводческому товариществу, особенно актуально в летний период, так как это лесной массив, чтобы пожарная техника вовремя подъехала. Кроме того, там большое количество людей посещает родники, которые вновь созданы. Ну и, прежде всего, это прогулочная рекреационная зона для жителей 15-го микрорайона в основном. Будем так говорить, за речной частью города. И, конечно, она такой очень положительный отклик получила, данная дорога. В этом году, в 22-м году, хотелось бы отметить два проекта, которые не затрагивали вопросы благоустройства дворовых территорий, а были посвящены благоустройству неких общественных пространств. Это многофункциональная площадка, которая создана на базе молодежного центра. Но, несмотря на это, люди прилегающих жилых домов имеют право беспрепятственного доступа к данной площадке. Там работает постоянный инструктор. И, в общем-то, мы считаем, что это не столько улучшило территорию молодежного центра, сколько создало дополнительные условия для наших горожан для занятий массового спорта. Это уже в старом районе, да? Да, в старом районе. А в новом районе хотелось бы отметить создание уличной библиотеки на бульваре 16-го микрорайона. Это рядом с 13-й школой и с библиотекой имени Пушкина. И библиотека Пушкина в следующем... Мы, к сожалению, осенью сдавали эту библиотеку в достаточно поздние сроки. Но я думаю, что весной создаётся её открытие. И наша детская библиотека, куда приходит уже достаточно много семей с детьми, и она стала действительно базой такой семейного отдыха для всех жителей 16-го микрорайона и прилегающих территорий. И туда приходит, кстати, много школьников, и пришкольные лагеря с удовольствием ходят. Мы надеемся, что она организует вот работу этой уличной библиотеки на открытом воздухе в весенний-летний период. Я думаю, надо поговорить про условия участия, потому что, ну, если кто-то из наших зрителей, да, захочет какую-то решить проблему, то нужно как минимум понимать, куда обратиться, это во-первых, да. Во-вторых, какие необходимые документы и прочие нужно всё-таки будет делать, потому что просто желания, я так понимаю, недостаточно. Да, просто желания недостаточно, но мы при подготовке документов стараемся минимизировать нагрузку на наших горожан. Наши соответствующие решения Думы были своевременно приняты ещё три года назад с точки зрения обеспечения участия города Сарова в этом проекте. Значит, в соответствии с документами горожане своё мнение в поддержку конкретного проекта выражают путём проставления подписи в подписных листах. То есть сбор подписей. Сбор подписей, да, через подписные листы. Нижегородская область даёт нам право рассматривать различные формы выражения участия и отношения к какому-либо проекту для горожан. Это и сходы, и собрания, и конференции, но это достаточно сложная форма, да, которая требует существенных затрат временных инициаторов проекта, оформления документов. Ну и больше люди тратят на это время. Поэтому мы избрали такую форму, как сбор подписей в поддержку того или иного проекта через подписные листы. Это допускается. Минимальное количество, которое должно быть подписей в поддержку одного проекта, это 10 человек или 10 подписей. Подписи, да. От 100 одной и более подписей это уже получают проект максимальное количество баллов. Но там есть баллы, получается. То есть 10 подписей минимум и минимальный балл, 100 и одна подписей более. 10 подписей минимум, это чтобы вообще проект был рассмотрен. Вернее, чтобы подтвердить, что да, есть заинтересованные горожане в реализации проекта, а от 101 подписи начинаются уже повышенные баллы. При критериальном отборе, наверное, мы чуть-чуть попозже поговорим. Так вот, на первом этапе наши горожане или инициаторы проекта должны обратиться к своему депутату, либо в департамент городского хозяйства по телефону 977-68 к специалисту, соответствующему, который курирует это направление, и получить бланк такого подписного листа, чтобы начать его заполнять. Вот это первое такое самое простое участие, когда граждане должны выразить интерес к тому или иному проекту и проявить инициативу. И такие подписные листы необходимо перенести в департамент до 20 февраля. Депутаты все владеют такой информацией. Мы направили в адрес городской думы такие формы подписных лицов и вновь опросились к председателю городской думы для организации работы по сбору подписей на избирательных округах с целью первоначальной формирования заявочной формы. В дальнейшем, на втором этапе, это самый такой серьезный этап, который берет на себя департамент городского хозяйства. Данные инициативы мы уже оформляем в виде проекта по тем формам, которые установлены правительством Нижегородской области. И собираем все необходимые документы для того, чтобы защитить тот или иной проект в Министерстве внутренней региональной политики Нижегородской области. Поэтому нашим горожанам об этом, наверное, не обязательно знать, потому что там достаточно специфичные профессиональные документы. Но все они направлены на то, чтобы прежде всего мы доказали, что этот проект должен решить серьезную социально значимую задачу на той или иной территории. Что прежде всего действительно он направлен на решение или направлен на улучшение состояния той территории, на которой он будет реализовываться. Что есть недостатки, определенные дефекты, которые нужно устранить. И при этом еще какой-то положительный должен быть эффект от реализации проекта. И главное есть поддержка жителей. Да, это основное. Вообще, почему называется проект инициативного бюджетирования, то есть инициативные проекты в увлечение граждан оценивается и участие граждан на всех этапах. Кроме того, рассматриваются вопросы и софинансирования с бюджета местного, и в том числе привлечение спонсоров, либо участие в небюджетных источниках, либо это юридические лица, либо сами граждане собирают сбор средств. Это тоже высоко оценивается. И таким образом, если говорить об участии граждан, в чем выражается, то уже мы назвали как минимум три. Это первое, сбор подписей. Второе, это трудовое участие. Можно в субботнике провести и определенные виды материалов предоставить и так далее. Ну и третье, финансовое участие. То есть можно проработать вопрос со спонсорами. А вот это финансовое участие, оно обязательно или факультативно по желанию? Оно не обязательно, но зато ты получаешь ноль баллов. Если нулевое участие в нем бюджетное, то это ноль баллов, и практически ты утрачиваешь шансы в конкурентной борьбе. Поэтому у нас выстроилась работа с Росатомом. Как правило, они предоставляют такие средства на поддержку инициативных проектов, которые город Саров выдвигает. И сейчас такое обращение уже в адрес Росатома направлено. И в данном случае администрация города Сарова на равных относится ко всем инициативам, которые выдвигают горожане. То есть нет такого какого-то предвзятого отношения. И в небюджетные источники, которые поступают, мы стараемся распределить, собственно говоря, поровну, максимально возможно с точки зрения поддержки каждого инициативного проекта. Но при этом ни в коем случае не исключается возможность финансового участия граждан. Депутаты еще, как правило, с инициаторами группы работают с различными организациями в городе, которые также могут быть заинтересованы в реализации данного проекта и оказать финансовую помощь. Ну, например, это те учреждения или те торговые точки или организации, которые оказывают услуги, которые находятся в нежилых помещениях, многоквартирных домах. Потому что они тоже порой заинтересованы в благоустройстве дворов, территорий, в создании и улучшении подъездных путей, подходов и так далее. И часто жители могут и к ним обращаться, и принимают участие такие организации в финансовой поддержке. Я думаю, самый важный момент в этой истории, в проекте вам решать, это уже интернет-голосование. Вот мне кажется, что на нем надо особо сакцентировать внимание и привлечь внимание, да, особенно вас, наши телезрители. Потому что это, наверное, ключевой вообще момент во всей этой истории. Да. Если второй этап заканчивается тем, что Департамент городского хозяйства защищает эти проекты, и они все допускаются к конкурсному отбору, то основные, конечно, правильно вы сказали, итоги подводятся в ходе рейтинга голосования. То есть третий этап – это непосредственно конкурс до всех допущенных проектов, причем это на всей территории Нижегородской области. Я думаю, вот это слово «конкурсы» – оно тут главное, потому что зачастую может возникнуть такая ситуация, что вроде как, ну мы же подали, мы же все собрали, документы все подготовили, и вот там со спонсорами договорились, но не прошли. Да, вот как раз это самое обидное, потому что прежде всего, после того, как все проекты допущены к конкурсу, действительно, ключевое – это рейтинговое голосование. Ну почему оно ключевое? Считается, чем больше граждан поддержало этот проект, да, заинтересовано реализацией проекта, тем, значит, больше получат жители удовлетворения от реализации этого проекта. И, собственно, это самая такая объективная оценка, что это не просто проект был выдвинут у инициативной там группы 10 человек, а просто он действительно необходим, и за него очень много граждан голосуют. Вот в прошлом году не прошли конкурсный отбор проекта, где менее 300 голосов было, да, проголосовались, поддержку. Но это, опять же, само голосование я хочу немножко прояснить. Это происходит в интернете, онлайн, через регистрацию, либо через госуслуги, либо по посредствам СМС. На платформе Нижегородской области причем, да, муниципальные образования сюда не вмешиваются, нам просто потом доводят итоги. И один человек может отдать один голос за один проект. Да, поэтому вот каждый раз мы смотрим, чтобы тоже и большое количество не было проектов, иначе мы размазываем голоса, да, от тех жителей, которые традиционно голосуют. И он, бедный, ему, может быть, и больше бы хотелось отдать голосов, да, многие проекты интересны. Но, к сожалению, вот такие условия, но они, опять же, равны для всех. И ежегодно побеждают у нас проекты на сумму 25 миллионов где-то рублей мы реализуем. Это суммарно? Суммарно. Суммарно в целом. В прошлом году 10 проектов было реализовано, в позапрошлом 12, но вот вся эта сумма от 25 до 30 миллионов рублей крутится. Несмотря на то, что мы можем на достаточно большую сумму защититься, потому что для нашего города область максимально может выделить 40 миллионов рублей областной субсидии. Это их доля участия. Соответственно, где-то на 70-60 миллионов мы, в принципе, можем реализовывать проекты, если бы они набрали соответствующее количество голосов в ходе рейтингов голосования. То есть как минимум 15-16 проектов мы можем вообще считать победителями. Но у нас другая есть проблема, что и в проектах на 25-30 миллионов нам порой трудно реализовать, потому что ограничен рынок подрядных организаций, которые могут участвовать. Наверное, это связано в том числе и с закрытостью территории, и с ограничением въезда людей, которые не обладают российским гражданством. Но вот этим территориями другие, конечно, от нас отличаются. Им легче. Да, им легче. Там серьезная конкуренция. У нас в этом плане, конечно, есть проблемы. И хотелось бы вопрос в окончании передачи задать. Когда будет то самое рейтинговое голосование? Приблизительно в какие сроки оно начнется? Приблизительно? Я думаю, что вы, если будете следить за нашими новостями, обязательно об этом услышите. Но я думаю, что можно уже сейчас примерно прогнозировать, когда готовится. Ну, смотрите, если до 2 марта мы должны защитить в Министерстве внутренней политики Нижегородской области все проекты, да, и 20 дней берет правительство Нижегородской области на оценку эффективности проектов и, собственно, на допуск, то это где-то конец марта, начало апреля. Традиционно в эти сроки. Ну, я думаю, что мы вас обо всем проинформируем, дорогие друзья. Следите за новостями, да, и я думаю, что департамент вовремя объявит, когда нужно и куда нужно идти, где голосовать. Да, в данном случае мы работаем, конечно же, со всеми СМИ. Вот, работаем в ГУП, РФЦ, МНФ, они также помогают в организации голосования сотрудников в ГУПа. И, в общем-то, всячески все общественные организации идут на встречу с точки зрения распространения информации во всех социальных сетях по тому или иному голосованию. Ну что ж, стало немножко яснее и понятнее. Если у вас есть какая-то инициатива, да, желание что-то сделать в своем дворе, в своем общественном пространстве, да, вы можете обратиться в департамент городского хозяйства по телефону 97768. Вся форма участия, да, вся возможная информация вам предоставят специалисты департамента, так ведь? Да. Вот, поэтому, друзья, участвуйте, участвуйте обязательно в голосовании. Людмила Николаевна, спасибо большое, что пришли и рассказали нам про благоустройство нашего города. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами, и мы увидимся с вами через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»